Почти полторы тысячи участников собрал третий международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица». Свои передовые идеи и разработки представили ведущие предприятия, занимающиеся разработкой и эксплуатацией месторождений 16 стран мира. Среди них представители группы предприятий «Варьоганнефтегаз» нефтяной компании «Роснефть». Четыре молодых специалиста представили свои идеи во всех секциях, связанных с процессом нефтегазодобычи. Кирилл Волконский расскажет подробнее. Форум «Нефтяная столица» – это площадка для обмена мнениями и поиска новых идей. Недропользователи со всех уголков мира презентуют здесь собственные уникальные проекты, формируют кадровый резерв, совместными усилиями решают задачи, которые диктуют время. Нам необходимо капитализировать те знания, которые у нас есть в отрасли, для передачи в другие цепочки экономического развития как нашей страны, так и других стран. И чем быстрее мы это научимся делать, тем качественнее вовлекать эти цифровые информационные ресурсы, тем больше шансов, что мы не просто будем соответствовать уровню, как людям говорят, мировому уровню, а мы сами будем лидерами и закоперщиками, инициаторами создания новых технологических платформ. Свои инновационные идеи, касающиеся добычи полезных ископаемых, представили ведущие специалисты группы предприятий «Ворега нефтегаз». Так, Галина Чухланцева предлагает проводить диагностирование профилей притока горизонтальных скважин без внутрискважинных операций. В замудренном названии проекта скрывается элементарная процедура. Во время проведения гидроразрыва пласта в закачиваемый в скважину агент добавляют специальные маркеры нескольких видов. Они окрашивают нефть, газ и техническую воду в определенные цвета. Когда мы отбираем пробу, мы в аппаратно-программном комплексе видим маркеры различного цвета и понимаем, что это у нас нефть, вода или газ. И мы можем количественно по этим маркерам также определить, сколько у нас дает скважина. Понять, где у нас порты не стимулированы. И там мы можем провести повторный, то бишь рефраг ГРП сделать. И получим дополнительную добычу. Кроме Галины, свои проекты в конкурсной программе форума представили еще трое представителей группы предприятий «Варьога нефтегаз». Руслан Волков, Хайдер Али Курбанов, Денис Валеев. Из индивидуальных презентаций – мобильное приложение «Справочник оператора добычи нефти и газа». Несколько коллективных идей молодых нефтяников были направлены на оптимизацию процесса добычи углеводородов. Одно из таких под названием «Применение экзотермических химических реакций для снижения внутрисменных потерь добычи нефти» отметили в секции «Промышленные технологии и технологии безопасного производства». Кирилл Волконский, Александр Цитаренко, Вести Югория, Нижневартовск.